Борьба с контрафактом продолжает работу комиссия по противодействию незаконному обороту продукции. Крестный ход верующей благочине Армавирской епархии направится в Свято-Вознесенский храм Курганинска. Подарок горожанам. В честь праздника Ураза-Байрам все аттракционы в городе можно будет посетить бесплатно. Здравствуйте в студии Марин Белова. Вместе с корреспондентами канала РЕН-ТВ Армавир познакомлю вас с основными событиями из жизни города. В Армавире продолжает работу комиссия по противодействию незаконному обороту на территории города промышленной продукции. Возглавляет комиссию первый заместитель градоначальника Александр Руденко. На днях в администрации муниципалитета прошло очередное заседание. Подробности в первом сюжете выпуска. В состав комиссии входят представители отдела МВД, Роспотребнадзора, управление ветеринарией, специалисты соответствующих отделов администрации города. Комиссия была создана для координации деятельности территориальных и федеральных органов исполнительной власти, краевых органов власти, органов местного самоуправления по противодействию незаконному ввозу, производству и обороту промышленной продукции, в том числе контрафактной. Кроме того, ее члены проводят мониторинг и оценку ситуации в этой сфере. Алгоритм, сколько вы обращений направили, чтобы мы уже понимали от УВД, как они отработаны, эти обращения. Чтобы мы не усилили этот момент. Хорошо? Ирина Леонидовна будет знать, о каких торговых точках идет речь. Каждый покупатель хочет быть уверен в качестве и подлинности приобретаемой продукции, особенно если речь идет о каких-то дорогостоящих товарах или товарах для детей или для здоровья. Именно поэтому в приоритете у комиссии противодействие незаконному обороту в сфере детских товаров, меховых изделий, сухих строительных смесей, кабельной, лекарственной, рыбной, молочной, кондитерской, алкогольной и чайной продукции. Так, в сфере реализации алкогольной продукции выявлен ряд нарушений правил продажи. Составлены протоколы об административных правонарушениях. Выявлено 10 нарушений, в том числе у индивидуальных предпринимателей 9 и 1 у физических лиц. Сотрудниками УВД составлено 10 КУСПов и 10 протоколов по данному материалу. Изъято из незаконного оборота 1041 литр алкогольной продукции, в том числе пиво и пивные напитки 948 литров. За торговлю контрафактным алкоголем в Армавире наложено штрафов на общую сумму более чем в 140 тысяч рублей. По результатам мероприятий, проведенных федеральными контролирующими службами, в этом году выявлено 7 фактов предложения к продаже товаров, маркированных товарными знаками «Адидас», «Рибок», «Эппл», «Адреналин». Изъято 751 единица контрафактной продукции на общую сумму 38,5 тысяч рублей. Составлено 7 протоколов. Марина Белова, Игорь Щенников, служба информации канала РЕН-ТВ «Армавир». К другим темам. Армавирские добровольцы помогают горожанам настраивать цифровые телеприставки. Людям старшего поколения трудно сделать это самостоятельно. Волонтеры прошли обучение и уже совершают выезды на дом, как для консультации, так и для настройки оборудования. С подробностями Влада Волошина. Уже в июне 20 федеральных каналов перейдут с аналогового вещания на цифровое. Чтобы продолжить смотреть любимые каналы в новом, более качественном формате, необходимо приобрести специальные телеприставки, причем полного функционала, чтобы не потерять региональное, местное вещание. Это касается телевизоров, которые были куплены до 2013 года. Более новые модели не требуют оснащения их цифровыми приставками. Помогать с подключением и настройкой цифровой приставки в «Армавире» начали волонтеры. Обучающие семинары уже прошли более ста добровольцев. Люди старшего поколения могут пригласить домой волонтера для настройки цифрового оборудования по телефону 5-74-19. В удобное для «Армавирцев» время волонтеры выйдут на дом. Это вот мой канал, который я типа смотрю. Алла Масленникова уже купила цифровую приставку с проводами в комплекте, а также всеволновую антенну. Но как это все подключить, пенсионерка не знает. Помогли волонтеры. Телевизор отлично показывает. Алла Николаевна очень довольна. Очень нужна эта услуга. Очень. Ребята такие молодцы. Пришли к нам сегодня. Мы так довольны, довольны, довольны. Мы купили эту приставку. А что с ней делать? А для нас, для пенсионеров, телевизор, без телевизора мы никуда. Эрик Агаранян – старшеклассник и волонтер. Он гордится тем, что занимается полезным и нужным делом. Эрик прошел обучение и может не только подключить оборудование, но и дать много полезных советов. Когда нам люди звонят, мы у них спрашиваем, в каком районе они живут, какое у них соответствующее оборудование имеется. И мы можем им помочь выбрать конкретную антенну, но опять же в зависимости от района, в котором они живут. Приемом заявок занимается Армавирский центр молодежной политики. Специалисты проводят индивидуальную работу с каждым пенсионером. К нам поступает примерно по 2-3 заявки в день. Когда мы приходим к людям, мы в первую очередь смотрим на их оборудование и либо сразу подключаем, если у них все есть, либо подсказываем, что нужно докупить. И потом приходим повторно и помогаем в подключении. После нашего посещения человек уже остается с подключенным телевидением. Он может взять пульт и спокойно пользоваться всеми каналами. Если у Армавирца новый телевизор, который не требует оснащения его цифровой приставкой, волонтеры по заявке смогут провести его настройку как на прием 20 бесплатных цифровых каналов, так и на прием аналоговых, региональных и местных каналов. Специалисты советуют горожанам не затягивать с покупкой техники. Обладателям спутникового и кабельного телевидения новое оборудование приобретать не нужно. Влада Волошина, Артур Коржанян, Служба информации телеканала РЕН-ТВ Армавир. Армавирцев приглашают присоединиться к епархиальному крестному ходу. Он начнется 2 июня у Свято-Никольского собора. Крестоходцы преодолеют более 15 километров по городу и направятся в Свято-Вознесенский храм Курганинска. Подробнее расскажет Инна Лепеткина. В ближайшее воскресенье верующие присоединятся к пасхальному крестному ходу, который объединит сразу несколько благочиней Армавирской епархии. Он подразумевает три маршрута из Услабинска, Лобинска и Армавира. Пасха – это один из самых главных праздников в православном мире. И по этой причине праздник Пасхи длится в течение 40 дней. Ежегодно по благословению епископа Армавирского Лобинского Игнатия в городе Армавире проходит пасхальный крестный ход. Крестный ход – это добрая традиция, которая берет свое начало в самые ранние века христианства. И человек, который принимает участие в крестном ходе, в первую очередь свидетельствует о своей вере. В Армавире движение начнется 2 июня в 11 часов из двух точек Свято-Никольского собора и Храма Рождества Христова. Колонны встретятся в парке имени героев чернобыльцев и продолжат путь до поклонного креста на пересечении улиц Ефремова и Советской армии. Здесь около 12.30 состоится молебен, и крестоходцы направятся к поселку Глубокому. Эта часть пути составит почти 15 километров, но вера поможет осилить дорогу идущим. В пасхальном крестном ходе традиционно принимают участие верующие, прихожане всех храмов, а также люди, которые имеют отношение к вере, также принимают участие, активное участие принимают молодежь нашего города. Будут и казаки, и волонтеры. Поэтому приглашаем всех православных христиан принимать участие в нашем пасхальном, епархиальном крестном ходе. Верующие продолжат путь по населенным пунктам Курганинского района. Часть на автобусах. Конечным пунктом для всех маршрутов станет храм Вознесения Господня в Курганинске, где прихожане всей епархии встретятся утром 4 июня. Инна Лепеткина, Евгений Халманский, Служба информации, телеканал РНТВ «Эрмавир». Другим новостям. У мусульман в эти дни продолжается священный месяц Рамадан. В этом году он начался 5 мая. Наиболее значительным ритуалом этого месяца является пост от рассвета до заката. Но Рамадан – это не просто отказ от еды и питья. Это духовное очищение, воздержание от плохих поступков и мыслей. Рамадан для верующих – период, когда нужно успеть сделать как можно больше благодеяний. Завершит священный месяц большой праздник – Ураза-Байрам. Адыгская национальная община Адыга-Хаса совместно с имамами и духовенством в честь этого события решила преподнести подарок жителям Армавира любого возраста и вероисповедания. Сейчас идет священный месяц Рамадан. По окончании этого месяца Рамадана у нас Ураза-Байрам, праздник разновения. 6 июня мы хотим совместно с имамами и духовенством трех аулов, совместно с общественной организацией Адыга-Хаса сделать для жителей Армавира, особенно детей, подарок. И в этот день с 10 утра до 10 вечера все желающие могут покататься на качелях бесплатно в городском парке. Радость праздника в этот день смогут разделить с армавирскими мусульманами все желающие горожане и гости города. Это была заключительная информация. Еще больше новостей на сайте городармавир.ру, на авторадио и на страничках в соцсетях. Добавляйтесь в группы, чтобы первыми узнавать новости. С вами была Марина Белова. Всего доброго. Смотрите канал РЕН-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова